Добро пожаловать на мой канал! Сегодня с вами будем готовить очень нежный вкусный торт молочная девочка. Давайте начнем его готовить. Для этого нам нужно взять три яйца, добавить к ним сгущенку и это все тщательно взбить миксером до однородности. Затем добавляем муку и разрыхлитель и все это тщательно перемешиваем. После того как наше тесто стало однородным дайте ему постоять 5 минут. После этого будем выпекать наши коржи. Я решила сделать торт прямоугольной формы. Для этого я взяла пергамент, вот так их подогнула, чтобы обозначить края нашего коржа. Потом заливаем тесто и при помощи ложки или шпателя вот такого распределяем наше тесто. Коржи должны быть тонкими. А вы можете делать торт обычной круглой формы. Диаметр я ниже напишу. Коржи выпекаем в заранее разогретой духовке при 180 градусах 5-6 минут. Коржи должны получиться вот такого светло-золотистого цвета. После того как они остынут, можете убрать вот так пергамент. Он легко отходит. Но имейте ввиду, коржи нельзя на друг друга сойти, иначе они прилипнут. Будем готовить крем. Берем творожный сыр, добавляем сахарную пудру и все это тщательно взбиваем. После добавляем сливки и дальше взбиваем до однородной плотной массы. Смотрите, не перезбейте наш крем. Творожный сыр и сливки обязательно должны быть с холодильника, иначе наш крем не взобьется. Будем собирать наш торт. Для этого я беру прямоугольную форму развяжную, подложку. Затем выкладываю наш первый корж и начинаю пододвигать нашу форму под его размер. Затем сверху выкладываю наш крем и равномерно распределяю по всей форме. Вот таким образом собираем наш торт. У меня получилось таких 4 коржа. Чтобы не пропускать мои вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пожелания и готовьте вместе со мной. После того как мы собрали наш торт, сверху я его накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на ночь, чтобы он пропитался. После того как наш тортик пропитался, убираем пищевую пленку, достаем его из формы. Потом при помощи шпателя немного можно его выровнять. После того как я немного выровняла наш торт, я его решила обсыпать вафельной крошкой. Она продается в любом кондитерском магазине. Вы можете этого не делать. Можно использовать все что угодно, все что у вас есть дома. Сам торт я решила украсить свежей клубникой. Я ее заранее помыла, обсушила и порезала на кусочки. В итоге у нас получается вот такой красивый торт. Он очень вкусный, прям нежный. Сейчас вам покажу сам разрез торта. Все, кто пробовал этот торт, в восторге от него, потому что он такой прям нежный, вкусный, прям тает во рту. И вам советую его приготовить. Всем приятного аппетита! Спасибо, что остаетесь со мной!